доброго времени суток дорогие друзья я вас всех приветствую на своем канале канале вязание и не только зовут меня ирина маркелова мой канал тоже называется ирина маркелова и сегодняшнее мое видео посвящено вот таким замечательным мотивом который я вязала из разной пряжи для того чтобы я могла вам продемонстрировать красоту этого мотива и возможно вы тоже захотите связать как захотела этого я я когда впервые увидела меня просто как у того волка из ну погоди с такими кругами глаза получились посмотрите какая красота это просто вот не высказать никакими словами и при всем при том что я первоначально как всегда посмотреть думала что это очень сложно вяжется оказалось что это очень легко и просто чтобы вам показать как вяжется допустим заполнение там где нужны половинка мотива то есть вот так половинка мотива а это половинка мотива вот такая потому что нам пригодится нужно будет и вот такая половинка когда мы будем с вами собирать наше изделие все это я покажу все это ничего сложного в этом нет и для того чтобы нам связать этот узор вы можете использовать самые 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 маленькие остатки скажем так в моем случае у меня очень много остатков я уже не однажды говорила о том что остатка у меня просто очень много посмотрите у меня такое вот богатство остатков которые нужно использовать и как нельзя лучше вот сейчас эти остатки у меня используются в этом узоре я давно искала что-то подобное это еще не все у меня еще и здесь тоже всякие разные моточки видите совсем тут по чуть-чуть и белые вот такие моточка хватает тоже остатки я думала что может быть я что-то такое придумая связать как типа есть платье оливье да из такого разнообразия разных остатков но как бы можно ведь и другие пути истребления их найти это один из способов которые можно употребить значит вязала я из вот эти мотивы которые мне кажется более красивые да эти мотивы у меня связаны из ниточек ирис комбината и не мини кирова дэнди я использовала фиалку роза роза и фиалка это комбинаты мини кирова также я использовала лилии вот это обвязка это лилии в общем эти ниточки примерно в одном метраже поэтому они очень хорошо подходят друг другу вот вот это у меня это пихорка детская но у пихорки детской у меня нет того разнообразия цветовой гаммы и тоже красиво но возможно не так красиво это уже определять вам что вы хотите это у меня кавказская пряжа тоже имеет место быть согласитесь можно двухцветных трехцветный можно одноцветный такой связать но мне кажется двух трех будет достаточно одноцветный конечно возможно он не будет так красиво смотреться как дает красоту многоцветия да особенно мне нравится вот вот этот вот просто красота красивая это тоже мне нравится мне напоминает моточек да ниточек flowers да согласитесь есть там такие расцветки ну что давайте уже приступим к вязанию этого замечательного мотива и я буду вязать из пряжи пехорка детская чтобы вам было нагляднее видно да потому что из тоненького ириса конечно немножко не так будет выглядеть что нам еще понадобится для вязания наших мотивов конечно же крючок в моем случае я сейчас использую два 75 это обыкновенный китайский крючок обязательно нужны ножницы и или то приспособление которым вы будете обрезать нить потому что мы ниточки будем постоянно обрезать итак нам нужно набрать нашу начальную петлю и провязать 7 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 далее мы делаем накид на крючок и начинаем отсчитывать 1 2 3 в четвертую петлю вступаем и провязываем столбик с одним накидом далее еще один еще рядом один и еще один наши петли подъема считаются тоже столбиком вот эти три воздушные петли они тоже считаются столбиками поэтому здесь у нас уже столбик был далее у нас получается мы провязали подряд еще четыре всего у нас получилось пять столбиков далее мы вновь провязываем 7 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 делаем накид на крючок и проделываем все тоже самое провязываем рядом в каждую воздушную петлю по одному столбику с одним накидом нам сейчас нужно провязать как бы крест да вот я сейчас вам покажу мы сейчас формируем вот это вот вот эту серединку вот этот элемент от него у нас будет идти дальнейшее вязание четвертый столбик мы провязали и теперь находим вот наша первая воздушная петля была связана мы вступаем и и соединяемся соединительной петлей или соединительным столбиком вот у нас получилось мы провязали уже две клеточки дальше 3 воздушных петли 1 2 3 наш хвостик мы попутно ввязываем и смотрим вот у нас 1 2 3 4 мы 3 воздушных петли провязали это у нас 1 столбик дальше мы провязываем 2 столбик 3 столбик 4 столбик и здесь нужно быть внимательным мы вяжем 3 воздушных петли опускаемся вот сюда вниз и соединяемся соединительной петлей хвостик я попутно связывая мы сформировали еще один квадратик далее все по той же схеме 7 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 и и находим четвертую петлю от крючка вступаем и провязываем еще 4 столбика 2 3 и 4 дальше соединяемся в третью петлю подъема но чтобы у нас не очень было растянуто я соединяюсь вот таким вот образом подхватывая за две петельки да что-то никак не подхвачу подхватывая вот подхватила и далее вновь 3 воздушных петли находим вторую вершинку столбика и провязываем наш квадратик который состоит у нас из пяти столбиков с одним накидом как я уже говорила петли подъема у нас считается за столбик провязали три столбика здесь у нас три воздушных петли и мы соединяемся в последний пятый столбик соединительной петлей еще одну петелечку и все я не очень большие хвостики оставляя потому что мы затем их будем ввязывать все мы сформировали наш вот такой элемент который у нас дальше будет обвязываться все берем ниточку другого цвета например вот такую опять делаем начальную петлю вот у нас закончился конец ряда мы находим воздушные петли вот они у нас здесь и сюда присоединяемся в первую петлю или в верхнюю петлю и теперь по той же схеме 1 2 3 4 5 6 7 7 воздушных петель накид четвертую от крючка вступаем провязываем 4 столбика подряд в каждую воздушную петлю получается мы провязываем по столбику с одним накидом провязываем последний столбик вот у нас осталось его завершить и теперь мы дальше ввязываем наш хвостик опять вот наши воздушные петли я опять беру за две стеночки располагая таким вот образом хвостик и соединяясь соединительной петлей и вновь 3 воздушных петли дальше в каждую вершинку мы провязываем по столбику с одним накидом ввязываем наш хвостик дальше мы соединяемся третью воздушную петлю соединительной петлей 3 воздушных петли в каждую вершинку по столбик в каждую вершинку по столбику три раза столбики с одним накидом 3 воздушных петли опускаемся вниз находим нашу воздушную петлю и соединяемся столбиком без накида далее мы провязываем 4 столбика с одним накидом в каждую вершинку и 5 столбик мы формируем из воздушных петель 3 воздушных петли опускаемся вниз находим воздушную петельку верхнюю и соединяемся столбиком соединительным либо просто соединительной петлей далее вновь 7 воздушных петель и соединяемся четвертую петлю это мы уже с вами умеем делать провязали 4 столбика с одним накидом соединяемся 1 2 3 3 воздушных петли далее вновь 4 столбика соединяемся соединительной петлей далее 3 воздушных петли и здесь у нас получается 3 столбика мы провязываем 4 столбика 3 воздушных петли и соединяемся в ближнюю к нам воздушную петлю далее провязываем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 воздушных петли и соединяемся соединительной петлей еще одну петелечку я провязываю и подтягиваем и обрезаем и таким образом мы привязываем сейчас еще один цвет и вяжем вот так по кругу вот таким вот образом здесь у нас получается вот мы как бы второй ряд провязали сейчас 3 4 5 можно вязать вообще вот так вот по кругу до для до той ширины которую вы хотите если вы хотите вязать вот такой большой ромб пожалуйста вяжите но хочу вам сказать чтобы вы закономерность для себя определили что у нас здесь ряд заканчивается и вот здесь у нас ряд начинается чтобы вы не путали так вам будет удобнее заправлять ниточки ну и вообще это так положено скажем так делать но вообще на самом деле вы можете делать так как вам удобно это мы связали вот такой мотив да теперь я вам покажу как вяжется вот такой мотив берем ниточки например вот такого цвета да и и вяжем тоже самое первая петля наша 1 2 3 4 5 6 7 накид четвертую петлю вступаем рядом провязываем 4 столбика далее провязываем 3 воздушных петли и разворачиваемся вяжем рядом 4 столбика 3 и теперь 3 воздушных петли и мы опускаемся в первую петлю подъема и соединяемся далее 1 2 3 4 5 6 7 и та же самая схема четвертую петелечку вступаем провязываем 4 столбика рядом вяжем соединяемся воздушную петелечку и формируем последний квадратик 1 2 3 здесь в этом случае можно провязывать 4 столбика все наш квадратик сформирован и вот что у нас получается дальше мы берем следующий цвет например вот такой контрастный опять делаем нашу петелечку и смотрим вступаем в нашу первую воздушную петлю далее 3 воздушных петли распределяем наш хвостик опять и рядом провязываем 3 столбика 1 2 3 а четвертый у нас будет из воздушных петель а всего их будет у нас 5 вот первый квадратик у нас далее мы провязываем вновь 4 столбика столбики у нас с одним накидом 3 воздушных петли и опускаемся смотрим где у нас первая воздушная петля и соединяемся 7 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 и формируем еще один квадратик четвертую петелечку вступаем от крючка провязываем первый столбик рядом второй третий и четвертый дальше ищем первую петелечку теперь уже снизу и соединяемся здесь видите вот если находить вот таким вот образом если вступать за одну стеночку то получается растянута а вот если за 2 то уже получается не растянута 1 2 3 вступаем во вторую вершинку провязываем рядом 4 столбика соединяемся соединительной петлей далее 3 воздушных петли в каждую вершинку по столбику 3 раза ну вот здесь в этом случае либо вы вяжете 3 воздушных петли и соединяете снизу либо можно здесь в этом случае провязывать столбик с одним накидом и так и так будет правильно вот у нас получился вот второй ряд так он выглядит а после того как вы провяжите нужное количество рядов у вас будет выглядеть вот таким вот образом видите видите здесь у нас хлопок здесь у нас акрил ну и осталось мне показать еще один вариант это вот такой он тоже вяжется легко и просто еще один цвет я ввожу набираем 7 воздушных петель 2 3 4 5 6 7 вступаем четвертую петлю от крючка провязываем 4 столбика подряд то есть столбик с одним накидом каждую вершинку до 7 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 вновь вступаем в четвертую четвертую воздушную петельку от крючка провязали 4 столбика теперь соединяемся 3 3 воздушных петли далее у нас 3 столбика с одним накидом 1 1 и 3 3 воздушных петли и здесь мы соединяемся в нашу верхнюю воздушную петельку соединительной петлей далее 7 воздушных петель и формируем еще один квадратик я думаю что здесь уже излишне повторяться что мы провязываем четвертую петелечку от крючка и рядом 4 столбика подряд все мы сформировали наш первый ряд обрезаем здесь в этом случае ниточки придется самим заправлять они не ввязывается ну и давайте возьму такую потому что на бордовом плохо видно сформируем второй ряд а далее вы будете вязать уже самостоятельно присоединяемся я думаю что вы уже наверно поняли принцип вязания для тех кто еще не понял я покажу что мы закончили здесь наш ряд начинаем вот по этому принципу то есть у нас идет все по часовой стрелке 1 2 3 4 5 6 7 пересоединились мы и как делали в предыдущих случаях провязываем 7 воздушных петель четвертую петелечку вступаем провязываем рядом 4 столбика с одним накидом соединяемся соединительной петлей попутно ввязываем хвостики где можно вязать 3 воздушных петли рядом 4 столбика с одним накидом не дотянула соединяемся здесь у нас на вершинке 3 воздушных петли 3 столбика с одним накидом 3 воздушных петли и соединяемся в верхнюю нашу воздушную петлю далее провязываем 4 столбика и 5 у нас будет сформирован из 3 воздушных петель вновь вновь впускаемся в самую верхнюю то есть третью воздушную петлю и формируем последний наш квадратик квадратик прямоугольничек он конечно не квадрат наверно потому что здесь 5 столбиков 1 2 3 4 5 6 7 провязываем рядом 4 столбика и соединяемся вырезаем ниточку и если хотите можете сразу допустим вот таким вот образом спрятать наши хвостики хотите прячьте потом ну каждый по своему прячет я делаю таким образом вот мы еще сформировали один элемент скажем так да то есть вот в таком положении он у нас еще раз вам покажу как выглядит это наглядно то есть если вы будете вязать как допустим вяжу я так здесь у нас получается что так не так я уже даже и запуталась если вы будете вязать вот таким вот образом да здесь у нас вот такой вот к примеру наше началом да здесь у нас будут идти вот такие элементы и вот это будет с Но если мы развернем вот так, да, здесь же у нас будет продолжение, допустим, вот такой дальше идти. Но когда вы провяжете определенное количество таких мотивов, нам нужен будет вот такой элемент, который будет у нас по боковой части, да, проходить. Здесь вот, к примеру, на углу нам вообще надо будет связать вот такой вот элемент, чтобы попасть, да. Но тут уже, когда вы провяжете определенное количество этих мотивов, вы уже будете сами понимать, каким образом это все сделать. Все это делается очень легко и просто. А получается такая замечательная красота. Красота красивая. Так. К примеру, да. Предвижу вопрос, каким образом я эти элементы потом соединять между собой. Можно сшивать, вот методом сшивания здесь петля в петлю, да. Можно таким же образом связывать, допустим, столбиками без накида. Способов очень много. Это уже какой вы для себя выберите, таким способом и, пожалуйста, соединяйте. Вообще, как бы, все очень красиво. Я, вот видите, как бы разнообразно. Вот так вот. Ну вот, мои дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось все то, что я вам показала. И вы поставите пальчик вверх, поделитесь со своими друзьями. И, возможно, они тоже захотят связать такой замечательный плед, покрывало. Возможно, пальто или кардиган или еще что-то. А я желаю вам легких ровных петелек. Здоровья вам и вашим близким. И я прощаюсь с вами совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.